Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы читаем книгу о премудрости Иисуса Сына Сирахова, 15 глава. «Боящийся Господа будет поступать так, и твердый в законе овладеет ею». Напомню, что в прошлой главе мы говорили о том, как надлежит с великим усердием прилежать к дому премудрости, познавать законы ее, посвятить этому свою собственную жизнь, тогда и дети пойдут по стопам твоим. Твердый в законе овладеет ею, и боящийся Господа будет поступать так. Вот два признака благоразумного, действительно, следующего за премудростью. Это памятующий о всесторонней зависимости своей от источника бытия, от Господа, от своего Создателя и Спасителя. И к этому надо приложить еще и внешнюю исполнительность в делах благочестия, твердость в законе. Хоть и дан нам закон свободы, закон любви в Господе Иисусе Христе, но и в церковной жизни есть свои порядки. Есть установленные традиции и богослужебные круги, есть и правила благочестия, и следующий им как раз и являет себя любителем и последователем премудрости. «И она встретит его как мать и примет его к себе, как целомудренная супруга». Вот эти отношения, которые являются проявлением рая, любовь верной и целомудренной супруги, любовь материнская. Вот с какой любовью еще большей обымет премудрость того, кто вооружился решимостью послужить ей. «Напитает его хлебом разума и водой у мудрости напоит его, ни в чем не будет иметь таковой недостатка ни в земном, ни в душевном питании. Он утвердится на ней и не поколеблется, прилепится к ней и не постыдится. И она вознесет его над ближними его, и среди собрания откроет уста его». «Не ищущий вознестись над ближними, но ищущий следовать премудрости, ею бывает вознесен над ближними, и уста его становится источниками живительных вод для многих. Веселье и венец радости и вечное имя наследует он». В Ветхом Завете это имя спасительное для нас, Господа Иисуса Христа, еще не было известно. И имя христианина, как сонаследника вечных благ в Царстве Господа нашего, еще не было очевидно, но духом пророческим возвещает наставник в обращении к своему сыну, как убежденное будущее, как убежденный в будущем благе, который дарует Господь любящим Его, это вечное имя и вечную радость. «Не постигнут ее люди неразумные и грешники, нераскаянные, не увидят ее. Далека она от гордости, и люди лживые не подумают о ней». Напомню вам одну из прекрасных фраз в одной из прошлых глав этой книги. «Гордость не для сынов человеческих, вскую гордится земля и пепел. Лживые люди, те, которые самим собою не хотят быть правдивыми, даже не имеют пространства в себе, чтобы подумать о ней. Неприятно похвала в уста грешников, ибо не от Господа послана она». По-церковно-славянски звучит «не красна похвала в устье грешника, ибо не от Господа послана бысть». Хочешь явиться угодным Богу, воздавая Ему похвалу, хочешь о людях высказаться в похвалу им, присутствие на каком-нибудь их празднике, помни, что источник красоты является чистой совесть, из которой и дает Господь слово, способное и Ему, Богу угодить, и ближних утешить. А похвала в уста грешников не от Господа послана, поэтому не может быть утешительно. «Будет похвала произнесена мудростью, и Господь поспешит ей, благо поспешит ей. Не говори, ради Господа я отступил, ибо что Он ненавидит, того ты не должен делать». Некоторые оправдывают свои порывы гневные, порывы немилосердные, пользой дело, которому служат. Но Господь не нуждается в муже грешном, и безрассудными являются слова, о которых говорит премудрый «Ради Господа я отступил». «Не говори, Он ввел меня в заблуждение, ибо Он не имеет надобности в муже грешном, не требует, бо мужа грешника». Невозможно послужить Господу, не приведя в порядок свою внутреннюю жизнь и свои внешние порядки. Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятно она боящимся Его. «Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения Его». Вот это важная загадка, вернее, разгадка антропологическая, что человек есть его воля. Сотворив человека, Господь оставил его в руке его собственного произволения. Конечно же, мы все в руках Божьих, и промысел Божий объимает жизнь всего человечества, и каждого человека в отдельности. Господь все предвидит, но не все предопределяет. Дает нам свободу, но знает, как мы ею воспользуемся. Таким образом, благо твое у тебя в руках, и зло твое от твоего произволения зависит. Расположи сам себя ко Господу, и встретишь Его благость. Отврати, имея волю свободную себя от Господа, и никому кроме себя не придется тебе сказать «увы, увы», тогда как ты получишь в соответствии с твоим расположением сердечным то зло, ради которого отвратился от Господа. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Вот точный ответ на все недоумения. Как можно исполнить те заповеди, которые Господь нам оставил, которые нам открыл, которым нас призывают. Очень простая система исполнения. Хочешь – соблюдешь. Не хочешь – не взыщешь помощи Божьей, и останешься при своем ущербности, при своем разорении. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь – прострешь руку твою. Велика ответственность каждого человека за собственный выбор. Перед человеком жизнь и смерть. И чего он пожелает, то и дастся ему. Господь сотворил человека между смертностью и бессмертностью. И первый Адам некогда избрал смертность. Но каждый из нас имеет тот же выбор, как и некогда Адам. Избери благо и пожнешь добрые плоды его. Избери смерть, если не ужасна она тебе. Если действительно в твоей душе более к ней пристрастие, чем к источнику всех благ и дароподателю Богу. Велика премудрость Господа. Крепок он могуществом и видит все. Очи его на боящихся его. И он знает всякое дело человека. Никому не заповедал он поступать нечестиво. И никому не дал позволения грешить. В этих словах очень ясное учение о том, как свобода человека сопрягается с божественным всемогуществом. Господь все сделал для того, чтобы ты спасся. Если и ты этого захочешь, ты будешь спасен. Но без твоего желания и все божественные промышления о твоем спасении останутся для тебя бесполезными. Не бесполезными со стороны Бога, как не могущего что-либо совершить полезное для тебя. Но с твоей стороны все дары Господни могут быть пренебрежены твоей властью над своей жизнью. И ты лишишься всего того, ради чего призвал тебя Господь в эту жизнь из небытия.